Что творится? Что вы стреляете? В перемирии же! А он говорит, слушай, мы думали, что это вы стреляете. Есть так называемая партия войны. Их задача спровоцировать ситуацию. Это люди, которым интересно, чтобы был движ, как они называют. Чтобы нужно было убивать. Потому что им тоскливо просто заниматься фронтовым анонизмом стандартным вакуумом. Потому что я увидел, что война — это дьявол. Руслан, спасибо большое, что согласились с нами на откровенный разговор. Я подготовил вам откровенные вопросы и надеюсь на точно такие же честные, интересные и откровенные ответы. Всем задаю этот вопрос. Чей Крым и чей Донбасс? Для меня, однозначно, Крым — это Украина. Однозначно, я понимаю, что крымские люди, они всегда себя чувствовали частью России. Даже не так, как Россия, как СССР, а как России, как Российской империи. Я приезжал, я общался с местными, поэтому я говорю то, что понимаю и в чем я разбираюсь. Тем более, что я приезжал в Крым, в отличие от многих здесь, я их не называю журалистами, потому что они пропагандисты. которые, не побывав последние пять лет в Крыму, они осмеливаются говорить какие-то радикальные вещи, которые обижают либо украинцам, которые проживают здесь, в Украине, либо украинцам, которые проживают в Крыму. Так вот, Крым — это Украина. То, что сделала тогда Россия, она просто воспользовалась той государственной ситуацией, которая спровоцирована была олигархами, когда действительно здесь управлял, как бы это сказать, ахлократией, то есть управлял, управлял, управлял улицей, охлос, да, в Путыне, и действительно, когда начались вот эти, если, давайте соберем автобус людей и пойдем там в Москве громить, да, и как произошло, кстати, с автобусами в Курске, да, автобусами с активистами, антимайданом, понимаете, и антимайдан, и майдан, люди, которые там принимали участие, они же как бы лучше жизни хотели. Ну, конечно. Поэтому бить человека только ли за то, что он по-другому думает, по-другому разговаривает, или как сейчас убивать человека только ли за то, что он хочет жить отдельно, но вы понимаете, это не 21 столетия. Ну да, конечно. Поэтому вот так я вот отвечал тогда, и отвечаю сейчас, что Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и увидите, что Донбасс, ну, с Крымом ситуация посложнее, видите, даже сейчас, как бы, даже он выведен за рамки переговорного процесса, Крым. О нем даже не разговаривают, да? Но индустриальная часть Донецкой и Украинской области, увидите, она вернется в состав Украины, возможно, в составе, правда, уже как федерации, либо конфедерации. Но это уже будет потом. Ну, это возможно, но главное, что люди увидели, Крым — это ясно, там, этот референд, туда-сюда... Давайте мы немножко потом к этому вопросу перейдем. У меня... Я готовился к нашему интервью, и хотел бы вам сейчас задать вопрос вот какого содержания. Ну, предварительно знакомившись с вами, и в процессе подготовки к интервью я вижу у вас нормального, адекватного, настоящего журналиста, и вижу, что вы всегда критиковали власть. Какой бы она ни была, и это, я считаю, наиболее правильное решение. Вы однажды сказали, портрет Порошенко на полчас бы накрещать их. Заплевали бы. Там, в Крыму, никто не плюет на портрет Путина, и реально молятся на его портрет. Два вопроса. Ну, то есть, я прав по поводу того, что вы это сказали, и вы не отрицаете эти слов. И если бы жили в России, молились бы на Путина? Ну, вот как россияне. Я так говорил, и я повторюсь, что сейчас, если бы портрет Порошенко выставили бы на улицу, его бы заплевали и взорвали. Но нужно учесть ситуацию в России, где целое поколение выросло уже, когда президентом был только один Путин. У нас, понимаете, каждый состав Верховной Рады и каждый новый президент, он как бы все хуже и хуже и хуже. А там все-таки стабильность. То есть, один и тот же президент. И понимаете, пропагандистская машина российская, а там тоже есть пропаганда, да? Конечно. Оно насколько лихо работает, оно реально работает эффективно, что для стандартного россиянина, мне кажется, вот я тоже с ними общаюсь, общался и общаюсь, и, наверное, буду общаться, мне кажется, что для россиянина, если Крым, если Путин уйдет, мне кажется, это будет даже, возможно, личная трагедия. Как-то, знаете, с ним свыклись, и притом, причем, если бы я представлю, что я был бы журалистом российским, я тоже был бы против Путина. Потому что, априори, нормальным журалистом против власти. PR-менеджеры, либо люди недоекие. А реально журалисты, они не могут себе позволить, потому что журалисты знают вопросы о том, что политические динамики развития. Вас судили в Украине, и вам дали реальный срок и за то, что вы предали отчизну свою, и вас обвинили в том, что вы пропагандист а-ля России. То есть, сейчас вы это отрицаете. Расскажите более подробно, за что вас судили, и почему так вообще? Смотрите. Статья была, которая раньше была во времена Сталина и Советского Союза, статья 58-я, уголовного фонда, сейчас она статья 111-я, часть 1-я государственная измена. То есть, я враг народа, по мнению украинских правоохранителей, я их называю власть охранителей. И статья предусматривает от 12 лет и выше. До 1997 года это была расстрельная статья, то есть смертная казнь. Сейчас от 12 лет и выше, и знаете, статья так хитро прописана, что под нее может попасть либо какой-то моральный ушлепок, либо действительно враг Украины. Но у нас украинская власть ухитряется. Меня, журналисток, который не госслужащий, который никогда не имел отношения к государственной тайне, понимаете? То есть, там же есть как субъект преступления и объект преступления. Есть субъективная сторона, и объективная. Так вот, я не имею отношения к государственной тайне, я не государственный чиновник. Оказывается, я государственный преступник по статье «Государственная измена». Понимаете? Абсурдная ситуация. Но за этой абсурдной ситуацией прокуратура требовала от суда 13 лет, мне кажется, 13,5 лет тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего мне имущества. Это была однокомнатная квартира и китайский восьмилетний скутер. И вроде компьютер и видеокамер. Вот всё моё имущество, да, оно было изъято и там подобное. Поэтому, я вам так скажу, что сейчас, когда у меня уже был оправдательный приговор, а я, повторюсь, 524 дня просидел в одиночной камере в Афронтовском СИЗО. И только благодаря вмешательству извне, вы не поверите, это было Маггерини. Угу. 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 И спросила, он действительно сидит в тюрьме за выступление на Ютубе? Да, она отвечает. И действительно, ему грозит 15 лет? Да. И Ютуб не убрал это видео? Нет. Тогда она имела, когда его арестовали 17 тысяч просмотров, сейчас больше полмиллиона просмотров. Угу. Она говорит, спасибо. Потом, где-то через час-полтора, помощник Маггерини нашёл Татьяну Николаевну и сказал, да, всё, спасибо, всё подтвердилось. Она при мне набрала вашего, по телефону вашего президента Порошенко и сказала, либо вы немедленно выпускаете Кацабу из тюрьмы, либо сюда больше не приезжайте. В нас, в Европе, за выступление на Ютубе не сажали. Понимаете, фишка в чём, что, когда самолёт сел в Борисполе, и Татьяна Николаевна включила телефон, ну, потому что там Ромин, дорогое, ну, понимаешь. И сразу перезвонили из прокуратуры, дескать, они отзывают, и там осталось ещё 37 свидетелей стороны обвинения, которые специально были для того, чтобы затянуть процесс на годах. И из суда перезвонили, что, дескать, мы хотели не раз два месяца судебного свидания, чтобы для продления там, ну, мне смертельное свидетельство под стражей, а хотя бы раз в неделю, можете ли вы там раз в неделю, чтобы график скорректировать. И она, когда мне уже приехала ко мне, на Франковск, в СИЗО, она мне сказала, Руслан, по-моему, что-то сдвинулось с места. До этого она говорила, что пока Порошенко, пока это власть, ты будешь сидеть в назидание другим. Я понял. потом она сказала мне, что что-то изменилось. в таких случаях, там, одного Жукова выпустили, а 30 человек посадили, но немножко не об этом. Так скажите, вот, вы стали врагом, условно, врагом народа, да? За что? Понятно, что вы там, на ютюбе вы сказали. Что вы такого сказали? Ну, то есть, вам же применили какую-то фразу? За что? То есть, вы призывали к свержению? За что конкретно? Да, есть судебно-лингвистическая экспертиза. Мне уменили государственную измену. И еще статья 114 прим. Это новая статья. Я по ней первый был арестован. Это препятствование вооруженным силам Украины. Эту статью уже ввела новая власть. Проголосовали как дополнение к уголовному кодексу. Потому что армия отказалась быть армией. То есть, по сути, мы 25 лет кормили издевенцев, которые, ну, знаете, сам принцип военных. Я пацифист, но я четко знаю принцип военных. Его кормят, поят, он гуляет, охоты, девки, кабаки. Но при этом, когда война, он должен заступиться за мирных и погибнуть при этом. Потому что для военного честь погибнуть на поле боя, на поле брони, да, чем в кровати. В кровати погибнуть в окружении там внуков, правнуков, это все-таки удел для мирных людей. Так вот, это по этой статье меня перво арестовали препятствами вооруженным силам Украины. Я скажу, что я своим видеообращением, где я, ну, это я как почти цитирую судебно-легистическую экспертизу, где я назвал гражданской войной то, что происходит на востоке страны, первое, где я призвал не идти убивать соотечественников, потому что мобилизация без оглашения военного времени и без артикуляции врага есть преступления против собственного народа. И третий момент, что я сказал о том, что использование вооруженных сил Украины против мирного населения, включая и тяжелую артиллерию, танки, авиацию, это геноцид, за который будет следовать Гаасский трибунал. Это все я сказал, это все судебная экспертиза, кстати, СБУшная, то есть это институт СБУ, это, по сути, ведомственная экспертиза, сами шлепают экспертизу, сами по ней потом судят, да? Ну, обвиняют. Скажите, вы называете войну на Донбассе гражданской войной? Еще раз повторяю. Сейчас я называю, понимаете, систему, что... Это война против своего народа. Вы не считаете, что это война Украины и России? Это именно война против украинцев? Артем, сейчас я это говорю более точно. Сейчас я это называю гражданское вооруженное противостояние. Гражданское вооруженное противостояние. То есть, потому что там термин война, он предусматривает наличие фронта, боевых действий. А по сути, по обе стороны фронта люди мерзнут, болеют в окопах, иногда от лени, либо от того, что у кого-то посттравматический синдром, делает небольшие пострелушки, кто-то подорвется на растяжке, неведомо кем поставленный, может самим-самой даже, да, ушел в туалет, поставил растяжку и забыл где. Либо его предыдущий, который был там по ротации, призыв, да. И поэтому я называю гражданское вооруженное противостояние. Гражданская война и гражданское военное противостояние предусматривает интерес продолжение вооруженных этих действий, противостояния. как правило, извне. То есть, наживается на этой войне, как правило, третья сторона, которая находится за границей, за периметром государства. Это мы знаем на примере классической гражданской войны, которая была, допустим, в Испании. Где, по сути, воевали, да, Германия, воевала против тогда, в том числе, и Советского Союза, но страдали при этом девяносто процентов испанцы, которые делились на демократных франкистов и тому подобное, но при том, при всем, там было десятки тысяч добровольцев со всего мира, добровольцев, которые умирали и воевали за те стороны, которые я назвал. Послушайте, за Германию и за Советский Союз. Ну, то есть, фактически, вы подтверждаете, что это противостояние не внутри Украины, а противостояние России с Украиной, руками самих же украинцев. Я вам скажу более точнее. Украина стала бильярдным шариком в геополитической игре России и Соединенных Штатов. В более чем в столетней геополитической игре. Потому что Соединенные Штаты после того, каким, ну скажем так, удалось нагреть руки на противостоянии на Первой мировой войне, где погибли десять миллионов, сорок миллионов пропало без вести, где распалось три империи, где четыре империи, где распались государства, это все. А при том, при всем, мы знаем, кто от этого всего выиграл. это выиграли не европейские страны и не люди Европы. кстати, породил потом, ну после этих всех версальских договоренностей, да, породил чудовище Китлера. Ну да, согласен. Давайте тогда перейдем, вот недавно, буквально пару дней назад, состоялись переговоры во Франции, четыре страны, и наш президент России и президент Украины сидели совершенно по разные стороны баррикад, и Путин читал по бумажке, я заметил, Зеленский говорил открыто и откровенно, то есть без бумажки, что большой плюс ему. вот, но я считаю, что эти переговоры будут длиться многие месяцы, а может быть еще и годы, потому что по факту ДНР, ЛНР, вот эти вот регионы России не нужны. Я, я здесь с вами согласен. По сути, я же, как журлис, я общаюсь со всеми сторонами конфликта, и я подтверждаю, что и в ДНР, и в ЛНР, они поняли, что даже раздав им 125, состояние на сегодня, по-моему, 125 тысяч паспортов российских. Да. Да. Но, кстати, их раздали с очень таким интересным условием. Путин единственный раз приступил в свой закон, что при получении российского паспорта, российского гражданства, не обязательно сдавать украинский паспорт. Это только в случае с жителями, ну, как мы сейчас называем, неподконтрольные украинские территории индустриальной части Донецкой и Луганской областей. Поэтому, я считаю, что, когда вот именно люди, в том числе и власть, которая сейчас есть, ДНР и ЛНР, так называемые, потому что они никем не признаны, когда они увидели, что им уготована намного более тяжелая участь, чем жителям Крыма, потому что в Крыме там бах-бах, зеленые человечки проголосовали референдум без никаких там международных мониторных организаций. Все. Крым – это уже Россия. Но, когда вот увидели, что для Донбасса уготована более тяжелая участь, когда Донбасс стал предметом торгов между Европой, Россией и Америкой, Соединёнными Штатами Америки, ну, я думаю, что это спровоцировало и то, что большинство людей, даже, которые сейчас говорят, да нет, сколько смертей, десятки тысяч убитых, мы уже никогда к вам, в Украину, не вернемся. Но если предложить хороший алгоритм, который будет учитывать югославский опыт, колумбийский опыт, где тоже были противостояния десятки, сотни тысяч людей, и это в Колумбии десятки лет продолжалось. Все равно как-то сели, ухитрились, схватило им мудрости, потому что все-таки, если давать все на самотек, тогда, видите, люди в форме, как я называю, камуфляжные муфлоны, они только хотят убивать, у них только белые и черные, они даже не понимают, что даже в одного серого цвета могут быть сорок оттенков. Согласен, но вы, то есть, вы подтверждаете, что на самом деле это якорь, и я причем не знаю даже кому якорь, то есть с одной стороны Россия, которая, кстати, Донбасс и Лунганск, они сразу после Крыма провели референдум, о котором сейчас молчат, то есть там буквально через неделю после Крыма был референдум о том, что они тоже там хотят в Россию, но их не приняли, и сейчас Донбасс и Луганск это очень дорогие территории для России, с одной стороны, и Россия, Путин открыто практически от них отказывается, то есть они говорят, мы хотим, чтобы было в составе Украины, вот, а с другой стороны, мне кажется, что Донбасс и Луганск в Украине тоже как якорь, потому что в НАТО без урегулирования этого вопроса не вступить, дополнительных каких-то преференций от Европы тоже не получить, пока они не урегулируют свои внутренние территориальные вопросы, так? это доказательство того, что я сказал, что Украина получилась как бы между молотом и наковальней, но в том числе и для Путина, его это, знаете, как наживка, дескать, вот Путин провлатил крючок в виде Крыма, да? Да. И теперь санкции все равно его, ну, Россию, они же душат, вы помните, как это все и из подвала, как было это в Советском Союзе, сначала там нефть, котировки на биржах, туда-сюда, потом хлоп, а у нас начались перебои, перебои даже с элементарными вещами, мыло, стиральный порошок, сахар, масло, в 5 часов утра нужно было остановиться в очередь, чтобы получить, это почти карточная система была. Ну, согласен, а у меня записано, что вы как-то заявили, что в Донбассе нет российских войск. Вы так считаете? Когда я был на Донбассе, я же опытный журналист, тем более опытный, у меня был уже жизненный опыт, то есть мне было не 20 лет, как какому-то там пареньку после института, тем более я служил в армии, у меня тоже была непростая служба, я служил в Пскове два года. Поэтому, знаете, я внимательно следил за всеми военными, за колоннами, я прекрасно видел военных спецов, военспецов, да, но они, как правило, были в гражданках, либо в полувоенных френчах, как называется, в милитарий стиле, милитарий стиль, да? Ну да. Я прекрасно видел то, что заезжает и выезжает ночью, допустим, расчеты Града, танков, но регулярных войск не видел. Я просто цена моих слов была такая огромная, просто моими глазами, я был тогда первый, единственный, некоторое время единственный журлист, чьими глазами люди смотрели с Киева, со всей Украины, на войну там на Донбассе. Я каждый день делал включение, просто потом они все удалили из Ютуба, каждый день от меня редакция требовала. Я говорю, слушай, да нельзя здесь стреляют, да ты как-то сбоку хотя бы там. Я говорю, да на заднем поле не стреляй, я не могу, меня не слышу. Я глух от выстрела, понимаете, а им нужна была картинка. Поэтому тогда я говорил, и я не отказываюсь, тогда я видел, что регулярных войск нет. Сейчас, ну как, я там не был пять лет, ну как я буду говорить, хотя я подозреваю, вот я сейчас общаюсь с той стороной, я подозреваю, что участие военспецов и функционеров ФСБ, оно стало всеобъемлющей. Но снова, но вновь-таки, я повторюсь, это же нерегулярные армии. Вы же понимаете, ОБСЕ, миссия, со спутника видно иголку на руке. Ну как, ну это же глупость, и Путин не будет так поставляться. А так называемые отпускники, добровольцы, да, я, кстати, с ними много общался, но они восстановятся, и они мне дают интервью. Но мне интересна была мотивация, потому что я понимаю, что их рано или поздно убьют, что они, как бы, ну, у нас называют показаковаты, то есть показатели. Типа у них жизнь, это как игра. Они азартные, они, ну короче, понимаете, непрестижно умереть в кровати, да. Их, главное, это повоевать. Они будут искать, кстати, войну, независимо от этой идеологической, скажем, Путин, там, Россия, Украина, коммунисты, социалисты, бандеров, им главное кого-то убить. Понимаете, это у них селился дьявол. Это я вам говорю, 100%, потому что я пацифист. Я под влиянием тех, на моих глазах десятки людей убили. И казнили, убили. Понимаете, я не мог иначе, потому что я увидел, что война, это дьявол. И поэтому сейчас, когда вот я основал и руковожу украинским движением пацифистов, у нас это есть лучшее слово украинское, это миролюбцы. Понимаете, я христианин, я воцерковленный, я хожу и исповедую каждую неделю причинить. Поэтому я вам скажу, что это все от дьявола. Я вообще не приемлю военного способа решение политических и экономических вопросов. А вы же понимаете, каждая война, она имеет экономическую подоплеку. Ну конечно. Если бы Ашметов тогда, когда я приехал в Луганск. Вот я, кстати, недавно нашел одно видео, можете его найти в Ютубе, вернее, на мою страничку. Руслан Кацаба из Луганска. Я передавал, когда абсурдные ситуации. Поезд, последний поезд отправляется на Киев. И люди, в этих, тогда еще было модно всякие обвешиваться у нас с этой стороны Украины с не желтыми ленточками, а там георгийскими ленточками. Это было как маркер. Они это называли не георгийские ленточки, а гвардейские ленточки. Это удивительно было. Даже коммунисты их одевали. Я говорю, слушайте, раньше коммунисты, большевики, за эту георгийскую ленточку это была смерть. Это означало, что ты герой либо офицер. Да. Не сразу, нож, штык, горло, и все. А здесь это было как маркер, и это было ужасно смотреть, когда, допустим, окно целуется, обнимает жену с ребенком, он с автоматом, георгийской ленточкой, и он отправляет ее в Киев, против которого он сейчас идет, потому что бухает где-то возле Спартака, либо там, либо возле гольф-клуба, пригорода Луганска. И меня там в голову, я представитель западной Украины типичный галичанин, я думаю, боже, его же сейчас убьют. Как его жена будет жить в Киеве, зная, что войска Киева убили его мужа. Это вообще, это дурдом, поэтому я убежденный пацифист. Угу. Скажите, вот, опять же, многие об этом не говорят, но для меня это было очень ярко, когда Россия захватила Крым, и именно тогда Путин сказал, что нам не нужна собственность Украины, и начал выгонять эшелонами, и это показывали по первому каналу, начал выгонять эшелонами технику военную. Вот. Но, как говорят, эта техника не дошла. Не дошла в смысле до Украины, она осталась на Донбассе. И вместе с этой техникой еще привезли пару эшелонов другой техники. Это правда? Эээ, да. Я видел именно тогда, просто я это не мог никому говорить, я вот видел именно технику, которая была по коду, видно, что КР, Крым. Ну, когда, то есть, она как-то хитро заходила в Украину, но вся осталась там. Я даже видел, по-моему, ну, как видел, громыхала колуна танков, но я понимал, что это не те музейные экспонаты, которыми обохвалились, обохвалились, там, эти боевики, ребята с ЛНР, да, мы вот взяли, вот здесь есть музей авиации, мы типа реконструировали, ну, мы же понимаем, что это. Да, 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 я тоже так же насмеялся, потому что я служил в армии два года, я пусть. Ага, а самолеты они украинские сбивали вилами, да? Ну, это вот, как этот, валанчиками. Да, да, кстати, так получается, что, особенно противовоздушная ворона, мы же понимаем, что противовоздушная ворона, я, ну, имел к этому отношение, это же коды, есть каждого самолета, и радар, он чужой свой. Да. Плоть до фамилии летчика. Ага. Это всемирная сеть, но есть и военная, ну, как, сеть. Да. Поэтому, ну, для гражданской авиации своя сеть, для военных своя сеть. Поэтому, вы же понимаете, что рассчитано, что украинский противовоздушный комплекс, априори не может сбить украинский самолет. Там, это как, понимаете, это как вот типа автопилот, даже летчик умрет, либо обморок, все равно ли самолет сядет. Это в нем зашито, в средине. Угу. я могу только лишь сказать, что действительно, кровушки они этими своими, ну, пролили. Ну, вы же видите, что с украинской стороны, я же столько, в своих личных журналистских расследований, я помогал многим журналистам, расследователям, вот то, что Синоборонпром, да, ну, то, что мы называем, то, что Порошенко стал просто из миллиардера, стал мультимиллиардером. Именно на крови, на горе, на слезах, на это все. Это, ну, вы же, я не знаю, были ли вы на войне, просто я был как бывший военный корреспондент, это, это такой ужас, когда ты помогаешь военным, особенно после боя, там, трупы выносить, потому что как-то должен себя, ну, неудобно просто сидеть. Снимать ты эти трупы тоже не будешь, эти все кишки кому-то их покажешь. Ну да. Это ужас. Я не на войне, но в том числе мои коллеги мне рассказывали, сначала я отнесся к этому как к байке, что это неправда, но потом слишком много доказательств, я вам сейчас объясню о чем. Возможно, вы это видели, вы можете это подтвердить. Когда по первому каналу показывают, что украинские военные грады накрывают жилые поселки, жилые дома и бомбят живых просто людей, где нет никаких военных объектов, они забывают сказать о том, что пять минут назад или полчаса назад именно среди этих жилых домов, в том числе там на каких-то крышах гаражей, вот, как раз из этого района стреляли грады. Но картинка показывается, что эти грады убрались или минометные какие-то орудийные оружия убрались уже и показывают, что украинские военные стреляют исключительно по мирным людям, которые ни в чем не виноваты. Это так? Смотрите, нужно учитывать специфику индустриальной части Донецкой и Луганской областей. Это очень густонаселенные районы. Там поселок переходит в город, город в городок, снова поселок, и почти свободы земли нет, разве что терриконы. Поэтому я вам скажу так, чтобы и откровенными, поэтому я думаю, что многое из того, что, дескать, вот сепаратисты постреляли по украинцам, а потом взяли и постреляли по себе, обстреляли для годится. Это все, ну как, даже не лепит, не вранье, это наглая ложь. Потому что нужно учитывать, что и те, и другая сторона использовали боевые заряды, боеприпасы, снаряды, мины еще со времен так называемых, знаете, Варшавского договора. Просто так случилось исторически, что все склады, когда вот это все из стран Варшавского договора вывозилось, оно застряло в Украине. Именно там, Артемовск, вот эти все части. В основном там военные были, это просто охраняли эти объекты. Ну, как охраняли, вы знаете, Новобогдановка, ну, вы знаете, это все взрывается, потому что... Да, нужно как-то скрыть эти все недостачи, это все, что разворовывали и давали странам третьего мира. Ну, вы же понимаете. Но я, я к чему говорю, когда вот каждые 10 лет хранение снаряда на складе, у него понижается класс точности. То есть, если, допустим, первый класс, это им можно стрелять. Второй класс, уже можно стрелять на учениях. Ну, как раз... Третий класс, нельзя, его обязаны там как-то лишь утилизировать. Четвертый, пятый класс, вообще, это считается взрывоопасные предметы. Их нельзя даже охранять. Понимаете? Потому что они в любой момент могут взрываться. Это каждые 10 лет понижается классно, независимо от того, либо он в ангаре охранялся, либо под открытым небом. Ну, хотя там тоже есть свои допуски и тому подобное. Но, у меня мой родной брат младший, кстати, он сейчас в Америке, он служил в Калиновке. Это самые большие, почти самые большие в Украине склады. Кстати, недавно тоже, они, видать, скрывали, то, что разворовали, да, и там тоже горело, типа, бухало, в Калиновке. Винницкая область. Так вот, когда снарядом вот такого нижайшего класса точности стреляешь, как правило, либо не, потому что порос лежал, понимаете, он не смирно горит. И тому, либо он дальше, либо ближе. А в условиях густонаселенного Донбасса, когда вот то, что я сказал, город переходит в поселок, поселок, городок и так далее, это мирные кварталы, это чьи-то дома. Поэтому только, допустим, три тысячи военных погибло, да, а одиннадцать тысяч, или не пятнадцать тысяч мирных. Из-за того, что использовались снаряды просроченные. Угу. Это всего... Они не попадали туда, куда надо, правильно? Я имею в виду, стреляли, но не попадали они туда, куда надо, потому что они старые... Да, 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 у меня Дима Филимонов, он был мой напарник, ну, потом мы с ним уже воочию встретились на семнадцатом канале, когда меня оправдали и выпустили из тюрьмы, он там на работу. Но он в то время мне высылает скрытой ссылкой видео. Говорит, Руслан, что ты радуешься? Никакого Минского соглашения нет. Они снова обстреляли минных... И он мне показал видео, которое он снимал с шестнадцатого этажа недостроенного дома. Наверное, это видео где-то должно быть в Ютубе. и с высшей точки видно, как с украинской стороны прилетает и бухает по особнякам, то есть где были частные постройки, микрорайон. Вы понимаете ужас тех людей, которые в одночасье лишились дома, крова, своих близких, соседей. Да. Но, мой вопрос немножко другого был характера. Видели ли вы, что Донбасс, ну то есть ополченцы или кто-либо другой, с другой стороны, не с украинской, стреляли из мирных районов специально для того, чтобы вызвать огонь на эти районы? И показать... Я не видел, я не видел, но я раз уже пошла такая откровенная беседа, я вам расскажу один случай, который я даже ФСБУ не рассказывал. Вот представляете, солнечный день, по-моему там это было какой-то на три дня либо на два дня перемирия, чтобы убрать трупы, потому что там началась такая, это было очень жарко, 40 градусов жары, начался такой войнизм, а уже начали, научили, что можно трупы минировать. Либо под него с дёртой чекой, либо растяжки вокруг, типа ты пойдёшь труп забирать и подорвёшься, понимаете? Вот. И поэтому трупы было запрещено к ним даже подходить. Это же так воняло, это на многие километры, это запах тлена, человеческого гниения, запах гниющего человеческого мяса, он меня преследовал как посттравматический твердом ещё месяц, после того, как я уже приехал в Виано-Франков свой родной. Это у меня в голове где-то засело, это вонит, потому что на каждом блокпосте тоже вот эти холмики, которые покрывались, они повздувались, у них же животы пораздувались, у них там либо пятка торчит, либо лысина чья-то. Ну, это, это вам не надо знать. Но, в случае, который действительно расположение, я слушаю, я был тогда со стороны ЛНР, и меня договорились, что я не беру никакие свои телефоны, гаджеты, просто хотят, чтобы я убедился, что там никаких российских войск нет, и что это действительно мирные, местные люди, которые вот, для них это принципиально. я приехал туда, а там плов какой-то они варят, ну, там, пораздевались, броники висят, понимаете, там, по-моему, один, либо два часовых стоят возле пирамиды с оружием, ну, типа, потому что в футбол какой-то играют, и тут начинает, я отвык от этого, а тут в воздух, сразу все разбежались, я понял, что я один, который стою, ну, и начали тун-тун-тун-тун-тун-тун, мины, знаете, мины, они, знаете, восьмидесятый калибр, у них довольно-таки высокий угол разлета, и там, теоретически, если ты ложишься, там даже если она рядом два метра, но если ты лежишь, вот так, а еще лучше, если немножко какой-то ложбинки, да, тебя не затяпит, просто контузит, ну, взрывом, там землей немножко обожгут, вот, оказывается, начался минометный обстрел, а тогда еще работала телефонная связь, и я звоню, потому что напротив нацгвардия и Айдар, а в Айдаре неделю перед этим был сниман, у меня там много моих личных друзей из Сен-Франковска приехали, они поединением соображением приехали, они потом либо дезертировали, либо пошли на выборы, ну, разбежались, я говорю, звонил, слушай, что, что, что творится, что вы стреляете, перемирие же, а он говорит, слушай, а мы думали, что это, вы стреляете, у нас тоже бухает, мы тоже как бы себе расслабили, загоряем, ну, загораем, оказывается, есть такой феномен, это вам никто, правда, не скажет, так называемая ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, их задача спровоцировать ситуацию, и очень даже может быть, что если ДРГ была с синежелтыми ленточками, оказывается, что они с другими потом, когда они придут в расположение своей части, с географическими, и наоборот, понимаете, есть так называемая партия войны, это люди, которым интересно, чтобы был движ, как они называют, чтобы просто было убивать, потому что им тоскливо просто заниматься фронтовым анонизмом стандартным в окопе, либо потихоньку качать порнуху, либо там бульбуляторы себе там траву немножко колдырить, либо бухать, даже брашку они делают обе стороны фронта дрожжами обидеваются, ну это ладно, я вам не знаю. Мне так обидится или нет? Не, ну просто я не один раз я был свидетелем того, что есть частота, о которой не знает как разведка ни одной, ни другой стороны, и через которую общаются руководители постов, которые друг напротив дружки. И которые друг друга реально выручают. на мои глаза за две бочки меда спасли жизнь двум людям. Когда, допустим, командир говорит, слушай, в этом моего задержали, там, он реально вез мед детишкам в Луганск. Это действительно детишкам в Луганск, в какой-то там либо детдом, либо интернат. отпусти ты их, я тебе клянусь, командир, это не геройство. А рядом был человек из Луганска, который он узнал этого, и они сговорились, а кто говорит, слушай, а вы там, наш пьяный один поехал на скутере к своей бабенке, его вы там задержали, там ему ребра поломали, отпусти ты его. И все, понимаете, эти, уже думали, что их уже сейчас отведут в посадку, грохнут, да? Там даже не грохнут, там нож по шее, там даже никто не будет патрон тратить. Это вот раз, две бочки меда, вы понимаете, это, это дурацкая такая война, что, вот, а я был свидетелем. Тогда, тогда, извините, еще один вопрос. Говорят, что военные иногда переходят с одной стороны на другую? Это, разве, чтобы сдетонировать ситуацию, как ДРГ, вот я говорил, вот, допустим, две недели тому назад, нет, три недели тому назад, просто этого в украинской СМИ не было, вот, нашли работники СБУ, оперативники, нашли закладку, то есть, чей-то схрон в Лиске Золотого. Там спецовка ДНР, ну, ихняя военная форма, минометы, ну, подствольные, да, шмель, ну, стандартный набор там, и устроили засаду. А тут, там добровольцы. Ага. Типа тоже готовили. То есть, есть такой синдром, что добровольцы, человек, который вот научен и жаждет убивать, он ищет любые предлоги, чтобы не прийти в мир жизни, и не пойти на работу. Ему все равно, за кого воевать? Он может одну неделю за этих, а вторую неделю за других воевать? Нет, так я не скажу. Просто ему главное, чтобы кто-то воевал, и тогда он чувствует свою причастность и свою нужность. Ага. Амнистии, что ты был в Бандерах, ты как будто свободный человек, тебе говорят, ну, какой ты свободный? Вот, бери автомат, сейчас ты иди воюй против своих, иначе ты не будешь жить. И используют его в качестве либо агентов, либо осведомителей, либо как пущенного мяса. Те, которые поверили амнистии. Ну, мы же знаем, та же ситуация была и в Чечне. Ну, да. Это же аналогии прямые. Хотя, кстати, возвращаясь к теме Чечни, смотрите, в народной милиции Кадырова объединились те, которые друг друга ненавидели и смотрели друг на друга через прицел. Это интересный такой сигнал, что, возможно, и в Украине как-то наладится. Ну, может быть. Давайте тогда поговорим о Зеленском. Когда я уже живу в Америке уже несколько лет, и когда я увидел, что к власти в Украине может прийти, как мне казалось, абсолютно независимый человек, да, пусть он там бывший комик там или играл в КВН, мне без разницы, но моя идея, что президент должен сменяться каждые четыре года. Вот. И когда я увидел, что может быть, каждый бы прийти ни Порошенко, ни женщина с косой, не там еще кто-то из старой гвардии, а абсолютно новый человек, я сказал, что, блин, ну круто, это хоть какая-то надежда на изменения, потому что что-то может поменяться. Просто потому, что приходят новые люди. Как вы относитесь к Зеленскому? Вы не поверите, я положительно отношусь к Зеленскому. Я сейчас, когда уже многие перестроились, мои коллеги, потому что действительно принято и это нормально критиковать власть действующую, но вы знаете, и при том, при всем, те каналы, на которых я когда-то работал, вот так и случилось. Я работал четыре года региональным корреспондентом от Ивано-Франковской области на телеканале ЗИК, когда он еще был западноукраинским, да, в объемах величины. Я работал на телеканале 112 Украина, был аккредитирован ЛНР, ДНР, ну, вы же знаете, это ситуация. Хотя потом они, кстати, от меня отреклись. Они сказали, будто бы я не работал и все видео уничтожили на серверах. Но сейчас, кстати, они приглашают меня снова. Я работал на Ньюсване, и, кстати, на Ньюсване они до сих пор мне, хотя я как волонтер, я не получаю зарплату, я 9 месяцев назад забрал оттуда свою трудовую книжку. Они мне дают 20 минут, ну, правда, возле полуночи, какой у меня полуночный формат, но абсолютно субъективный, я могу, так сказать, отвести душу и говорить. Но при том, при всем, говоря, возвращаясь к теме Зеленского, я считаю, что если взять то, что у него нет политического бэкграунда, а только лишь киношный образ этого учителя Голобородька, да, из такого, скажем, политтехнологического фильма «Слуга народа», да, то он очень быстро прогрессирует, он очень быстро учится. И я бы, возможно, на украинскому каналу это бы не сказал, потому что все-таки журналист должен быть критичен, но для вас, для американского канала я скажу, что я, пока я вижу шанс, что Зеленский дистанциируется от того человека, который профинансировал политтехнологический фильм «Слуга народа» и который профинансировал часть его избирательной кампании, у которого есть почти 45 депутатов в составе депутатской фракции «Слуга народа» и отдельная депутатская группа «За будущее». Это Игорь Валерьевич Коломойский. Это Игорь Валерьевич Коломойский. Я просто, для меня есть уже мой личный опыт, когда я помню, что был такой Березовский, и он говорил, да ну ты Путин, я его поставил, я его уберу. И он говорил, что я директор СНГ, все ко мне. Где сейчас Березовский и где сейчас Путин? Поэтому я вижу, что даже на прошлой неделе, когда Зеленский выступал на телеканале, который принадлежит Ахметова, который в Зарубе с Коломойским, выступал на программе Савика Шустера, который лично в Зарубе с Коломойским, для меня это хороший знак. И даже то, что он, по сути, ничего серьезного не договорился в Нормандии, в нормандском формате, но он все-таки встретился. Он говорил, это есть процесс. Это быстро только кошки, быстро только кошки родятся. И поэтому для меня, я думаю, что у него есть шанс стать украинским президентом пока. Ну и, кстати, я думаю, что исторически нам не так много Бог дает шансов уберечь государство. Вы видите, 2004 год, Ющенко и частичная утрата суверенитета, вот эти американские кураторы в СБУ, сдача острова Змеины, где, по сути, там... Ну, по сути, это было еще не территориальные уступки. Это были, по сути, как частичная потеря суверенитета. А потом уже 13-й год, 14-й год, уже как потеря 8% территории. А вы же понимаете, это индустриальная часть Донбасса, Донецкая Луганская область, это Крым. Ну, и я смотрю, если бы, вот, Петя, как я называю, реваншист, да, Петр Мальдивский, если бы ему удалось расшатать ситуацию этим, последним этим Майданом, черным, потому что они все были маркированы как черный цвет, то я думаю, что мы бы могли потерять государство. Поэтому для меня очень важно, что Зеленский, он как бы и нашим, и вашим, ну, кстати, это отличие политика, да, потому что это, это, это искусство возможного, да. На данной ситуации главное, что он встретился и начался переговор. А то, что, возможно, Путин потом, Макрон, Трамп, Меркель скажут ему, мальчик, иди сюда, вот, делай так, так и так. А эти ребята, Путин вызовет себя там, пасечника этого там, Кушилина, так, мальчики, делайте так, так и так, иначе будет вот так. И все, но это хотя бы какой-то шанс эту всю мастер-рубку кровавую остановить. А то, что делал Петр Мальдивский, да, Петр Алексеевич, тут воюем, тут торгуем, тут будто бы война, тут Россия самый больший экономический партнер, тут покупают в России запчасти для военных вертолетов. Вы понимаете, это уму непосторожимо, тут трафарные сообщения, ну, поезда каждый день, за два месяца вперед нельзя заказать билет на поезд Львова-Москва. Это нормально? Это что, война? Или это бизнес? Это скорее бизнес. Вот недавно, буквально на прошлой неделе, кажется, Зеленский стал героем журнала Time, да, и там было написано in the middle, что значит, то есть, посередине. Посередине именно не, это не противостояние, как мы все утверждаем, за Россией и Украиной, а посередине между Путиным и США, да. И что хотелось бы вот в этом, в этой стезе отметить, что сможет, ну, как вы считаете, опять же, да, сможет ли Зеленский быть вот независимым? То есть, насколько это гипотетическая возможная реальность? Потому что даже Трамп ему звонил и говорил, ай-яй-яй, иди сюда. In the middle, это я чувствую на своей шкуре, потому что в этом, в противостоянии между ватниками, ватниками и вышиватниками, которые, кстати, подогреваются политиками и олигаршами, я тоже не заменил, потому что я себя называю адекватник. То есть, я не ватник, я не вышиватник, я адекватник. И к тому же я миролюбец. Пускай договариваются, но в ситуации с Зеленским, мне кажется, там немножко другая история. Зеленского сейчас пробуют использовать все-таки в геополитической игре. К сожалению, Зеленский не субъект, он объект геополитики. Знаете, то, что я вам сказал, бильярдный шарик в чужой геополитической игре. Поэтому у него ситуация намного хуже. Ну как, у меня тоже, вы же знаете, что у меня уголовное преследование продолжается, меня снова возобновили статью государственной измены, меня могут сегодня-завтра, послезавтра арестовать. У меня судебный процесс, пересмотр полный дела по мне. Но все равно Зеленского, знаете, вот я как-то разговариваю со своей матерью, она далека от этих политических процессов, но она как переживает за сына. Зеленского, это же не удар был, когда мне там 50 лет, я не воровал, не врал, понимаете, и тут я в тюрьме, да. Для нее это было очень, наверное, самое большое для нее испытание было, для матери. Это же как живой сын, но как бы не с ней рядом. И она вот смотрит мои программы, и она говорит, Руслан, ты знаешь, постарайся не критиковать пока Зеленского. Мне кажется, что он хочет войти в историю и выйти из этой истории с гордо поднятой головой. Дай ему шанс, потому что после Зеленского уже ничего не будет. Знаете, поэтому я вам честно признаю, это никому не говорил, ну, Руслан, наверное, это так же и я, как сын, я тоже хочу послушать свою мать. Она мне подпросила, она, знаете, моей матери очень сильная интуиция. Она может не разбираться в этих всех геополитиках, объектах, субъектах, но она сказала, что, по-моему, он хочет войти в учебник по истории Украины с гордо поднятой головой. И я подумал, а вдруг? А ваша мама смотрела фильм «Слуга народа»? Да, конечно. Может быть, это образ всего лишь, который накладывается в кино и реальность? Это же два разных героя. Возможно. Мы же с вами понимаем, что это был политтехнологический фильм. То есть, изначально было ясно создателю фильма и главному, так сказать, генпродюсеру, Игорю Валерьевичу Коломойскому, что Зеленский будет пешкой в чужой игре. Но вот удастся ли Зеленскому выскочить из образа учителя Голобородька и из образа паиньки, типа, ну как бы, у Пелевина была такая фраза, что лучше быть клоуном у пидорасов, чем пидорасом у клоунов. Понимаете? Вот Зеленского, есть история, дала ему шанс, что, побывав клоуном у пидорасов, он не хочет превратиться у пидорасов, у клоунов. Поэтому, я думаю, у него есть затаённое, глубоко затаённое желание дистанциироваться от этого спонсора. И, кстати, то, что я сказал, что на прошлой неделе было, это никто не обратил внимание, но это очень знаковое событие, что Зеленский на ТРК Украина на ток-шоу Савика Шунстера. Ну да, возможно. Возможно. Вот скажите, тогда, я думаю, что это уже будет заключительный, последний вопрос. Вот на сегодняшний день Путин, да, мы не будем говорить про русский мир, борьбу. Вот за эту идею русского мира, то есть, нужно забрать себе Украину, нужно защитить Донбасс, Луганск, нужно защитить ещё кого-то в Колумбии, ещё где-то. Вот, вот на одной из чаши весов, вот, защита вот этого русского мира, а на другой чаши весов, я даже вот сейчас засчитаю, больше двухсот тысяч человек ежегодно Россию покидает с целью эмиграции в другие страны. А ток капитала за последние пять лет составил 300 миллиардов. Российская экономика растёт на один процент в год, тогда как Европа, США на три. Через десять лет расстояние будет просто катастрофическим, то есть, это банановая республика. Два, да, то есть, цена, это вот, Крым, русский мир и так далее. И вот, вот эта вот цена в миллиарды и шли санкции и так далее. Как вы считаете, кому-нибудь ещё в мире это, кто-нибудь ещё в мире на такое бы пошёл? И насколько это удобно, знаете, для, ну, может быть, Зеленский ради Крыма пошёл бы вот на такие же жертвы или нет? А вы знаете, что я в данной ситуации, хотя я вырос в семье антисоветчиков, да, моя бабушка была враг народа, она сидела тоже в той же тюрьме, в СИЗО, где я. Потом она в Архангской области пилила лес. Да, потом я был когда-то самым младшим членом Украинского общественного союза и этим очень гордился. Но при том, при всём, я вижу, что то, что Путин в ущерб экономическим интересам формирует новый какой-то национальный этот миф, что, да, это такой русский миф, эти скрепы, это же всё, мы же понимаем, что его давят санкции. Но я, вы не поверьте, я когда встречался позавчера, я вот так случилось, что я был в Европарламенте, и мне удалось познакомиться, и я даже удалось взять интервью у Петра Петровича Шереметьева, графа Шереметьева, гражданина Франции, который родился в Марокко, в французской части Марокко. И он мне сказал такую вещь уже потом мне на интервью, что, к сожалению, цивилизацию двигают империи. Маленькие страны это только лишь удел для геополитических игроков. И сейчас, когда даже Украина называет там аграрная супердержава, когда у нас нет своей космонавтики, когда нет у нас авиастроения, когда, по сути, картошку мы завозим с Израиля, из Египта. Да вообще у нас полная задница, если так честно. Я смотрю, что Путин вот своим соотечественникам, которые уезжают, а с Украины выезжают более катастрофически, с еще более молниеносными скоростями. Но он дает им шанс, дескать, ребята, возможно, вы не правы и потом захотите вернуться. Но то, что сейчас я услышал и увидел у своих соотечественников, я патриот Украины. Но то, что я услышу, что, дескать, я раньше строила дом, для дочки квартиру купила, оплатила учебу для сына, а теперь я это все продала за полцены. И для меня сейчас главное заработать на то, чтобы сделать им перевезти их сюда. Либо в Европу, либо в Италию, в Испанию. Понимаете, люди потеряли желание жить в стране. Это я самое худшее. А вот, допустим, у россиян, этнических россиян, у них это хитро, у них там, во-первых, Россия очень много финансирует их программ по защите соотечественников. В Украине этого даже нет. Самые продажные гады это именно дипломатические работники. Потому что изначально априори нужно заплатить сумму кешам, чтобы устроиться на работу. Вы понимаете, два дня тому назад я был в ООН, там, на сессии ООН. Ну, как-то я с Украины смотрю табличку Украина. Я сел, он говорит, слушай, ты подвинься, потому что здесь дипломаты садятся. И потом рассматривают вопрос, я помню, Руслан Бальбек должен был выступать, Бальбек, Руслан. А они, эти дятлы, это не дипломаты, это дятлы. Я ему говорю, слушай, ты как Акаду, ты толпи себе лбом. Они табличкой Украина начали стучать, срывай пять раз ведущие, это есть видео, им говорило, ребята, это как бы, вы даже можете между собой воевать. Но для того, и Лига нации, и организация объединенных наций, они создавались, чтобы можно было дискутировать и договариваться. Даже если вы с этим не делали, пять раз они как долбодятлы, стучали. Я говорю, слушай, ты же за мои налоги, здесь меня позоришь. Это вообще, это уму непостижимо. Я был взбешен, я выскочил в коридор этого ООН, в Женеве, да? И я даже в видеобращении, вы можете вот забить в гугле, в видеобращении сделал такое, что, понимаете, я не хочу, чтобы отождествлять, мне было, вы понимаете, я патриот Украины, я бывший член ОГЭ, это Украинский Хельско-Союз. И мне было очень стыдно, что когда ко мне ведущая потом перерыв подошла, и она подумала, что я член официальной делерации, я говорю, ну нафиг, но мне было стыдно признаться, что я, понимаете, потому что эти, уже хуже, чем украинская власть унизила Украину, и унизила украинцев. Никто так не унизил. А Путин в той ситуации, я смотрю, они вот как-то вот это ухитряются делать, вот какие-то вот эти российские сообщества, какие-то курсы, подфинансируют это. То есть, российский миф, он остается. Я, кстати, с удивлением узнал, что антисоветчик, изначально, по умолчанию, граф Шереметьев, принял российское гражданство. Ему, кстати, тоже сделали уникальные такие, как бы, что он и французское, но при этом он и российское. Ну, это ужас. Он говорит, ну, вы знаете, он же монархист, он говорит, слушайте, да, я Юрик, мы с девятого столетия в Украине, что вы себе позволяете? Ну, он так, очень интеллигентный, но он тоже был такой, эмоциональный. Да вы что не понимаете, что нам вместе надо? Что нас никто не ждет, и нас никто не понимает, кроме нас самих. Кстати, вы же знаете, в Америке, если, допустим, украинцы, они кого ищут? Русского и поляка, своих ближайших соседей, бригады строительные, потому что это менталитет похож. Я очень благодарен вам за интервью, потому что даже не ожидал от вас реально такой откровенности, потому что все-таки, вы молодец. понимаете, что если я русский, то я буду защищать Россию, если я украинец, то я буду защищать Украину. А быть объективным и критиковать и тех, и тех, вне зависимости от их нации, но за их дела, это стоит дорогого. Ну, во-первых, понимаете, это же учебник географии, даже если эти порубии, извините, с маленькой буквы, скурили, да, в свое время в школе, и даже если они не знают, что это самый у нас большой, и на данное время самый могучный сосед, ну, с соседями только идиоты ругаются. Вы же понимаете, украинская власть за последние пять лет по всему периметру ругаться, даже с дальними, там, Сербия, которая, ну, не в ближайшем, не граничит с Украиной. А в нас, на Западной Украине говорят, что с соседом ругается только идиот, потому что если что-то случится, к брату, к сестре нужно куда-то звонить, куда-то ехать, приглашать, а сосед, он рядом, и сразу к нему через забор орион, помоги, беда, и он прибежит, если он нормальный сосед. А то, что сделала украинская власть, что мы сейчас, по сути, не Украина, мы как проект антироссия, по сути, и, по сути, мы, ну, как бы я сказал, бильярдный шарик в руках гостепа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова